Я представлюсь, кто меня не знает, меня зовут Мерченко Сергей, управляющий директор компании IPL. Мне 42 года, сам я родом с Ростовской области, город Шахты. В Москве проживаю уже с 2001 года. Практически 18 лет занимался недвижимостью, то есть я риэлтор бывший, даже пока, наверное, еще пока и нынешний. Как я попал сюда, в этот бизнес, могу сказать так. Привет, так, все слышно, все окей. Турция здесь, отлично. То есть, конечно, в первую очередь, те люди, которые сегодня имеют большие квалификации, это наш выстоящий спонсор, Лариса Гукова, международный директор. И мы с этим человеком были знакомы больше 20 лет назад, и когда мы развивали, тоже был интернет-проект, то есть сетевым маркетингом я познакомился больше 20 лет назад, когда проживал еще в городе Шахты Ростовской области. И на тот момент не было ни интернета, не было практически ничего, мы продвигали голую идею, мечту, и люди за нами шли. Потом я приехал в Москву, как я уже повторяю, занимался я недвижимостью, и когда Лариса Гукова пришла в этот бизнес, буквально там через неделю она меня позвала, я тогда не пошел, не потому что я не поверил в компанию, не поверил Ларисе Гуковой, я просто не был готов к каким-то переменам, потому что на тот момент я был риэлтором по недвижимости, я зарабатывал довольно-таки неплохие деньги, то есть, ну, около 100 тысяч рублей и больше, и поэтому я думал, что у меня все хорошо, но по истечению времени, когда Лариса Гукова находилась в компании, салоны Милошевой, меня не было, то есть прошло полтора года, и в моей жизни очень много поменялось, то есть стало намного хуже, в работе, в недвижимости стало меньше, доходы упали, пришлось даже еще где-то около года поработать в такси, и тот человек, который до меня достучался, на самом деле в эту компанию меня очень многие звали, как я повторился уже, Лариса Гукова, Илона Милошева меня звала, еще есть люди, которые меня звали, но я не был готов, и был человек, это мой на сегодняшний день наставник, мой партнер, который до меня достучался, это управляющий директор Марина Любимова, она просто до меня достучалась, она мне периодически звонила, периодически на себе напоминала, честно скажу, в последнее время так часто начала звонить, либо писать, что в какой-то момент я просто перестал отвечать на ее смс, на ее звонки, просто отписывался, что у меня все хорошо, жив, здоров, потому что мы с ней были в том бизнесе 20 лет назад, небольшие лидеры города Шахты, поэтому нас очень много связывало, поэтому из уважения к ней я всегда отписывался, и была последняя смс, которая пришла ко мне, там было написано, типа, Сереж, сколько ты еще будешь думать, давай присоединяйся к нам, то есть здесь много денег, у тебя есть потенциал, чтобы здесь преуспеть, в этой компании, и она мне написала две цифры, это было 20 сентября 2017 года, в этой смс-ке было два имени и две цифры, Лариса Гукова 500 тысяч рублей в месяц, Илона Милошева 800 тысяч рублей в месяц, и вы знаете, когда я прочитал эту смс-ку, мне больше ничего не нужно было, потому что я этих людей знал, с Илона Милошевой, мы вообще некоторое количество лет назад были в другом проекте, и она была моим наставником, и так как ты когда знаешь этих людей, ты понимаешь, что люди реально зарабатывают эти деньги, то есть я тут же, прочитав эту смс-ку, я набрал Ларису Гукову и сказал, Ларис, можно мы с тобой увидимся, пообщаемся, она была на тот момент не в Москве, она сказала, да, там через пару дней приезжай в офис, и мы пообщаемся, соответственно, я понимал, что сетевой маркетинг требует каких-то инвестиций в себя, то есть нужно было совершить какую-то покупку, и я приехал в офис, мы пообщались с Ларисой, у меня было на карте 30 тысяч рублей, я зарегистрировался на пакет 600, придя домой, у меня было 12 очек, я просто подумал, что у меня есть мама, у нее есть куча проблем, нужно маме отправить продукт, в шахтах проживает с мамой мамина сестра родная, у которой тоже куча проблем, нужно было отправить тете продукцию, соответственно, на тот момент мы еще с моей супругой не были женаты, но мы жили уже с ней, и моя уже настоящая супруга на тот момент просто часто болела, то есть то насморк, то какие-то такие мелочи, ну, выпадало в месяц, там, на 3-4 дня, я подумал, нужно Тане отложить 4 коробочки, и на тот момент я просто понял, что если я сейчас всем все отправлю, всю продукцию, то у меня не будет продукции для самого себя, и для продукции, для того, чтобы строить бизнес и развивать его, то есть меня особо никто не мотивировал, не было никаких ни акций на тот момент, получается, в 17-м году я просто продал автомобиль и положил деньги в банк, в Сбербанк под проценты, и когда я понял, что я принял решение сам для себя, что мне нужно сделать апгрейд, и перейти на самый максимальный пакет, дабы, чтобы у меня было больше продукции, ну, и, соответственно, так как я сюда пришел зарабатывать деньги, и не хотелось терять ни одного процента, поэтому я снял деньги и зашел на самый максимальный пакет, вот так я пришел в этот бизнес, и вот так мы его развиваем, сегодняшняя тема у нас, на самом деле, очень интересная, наверное, она и самая актуальная, это, конечно, люди, которые работают по холодным контактам, да, и приглашения, ну, что я могу по этому поводу сказать, наверное, тот опыт и те знания, которые я приобрел в недвижимости, занимаясь 18 лет, наверное, может быть поэтому у меня нет никакого барьера и никакого комплекса познакомиться, но вообще где угодно, с кем угодно и сколько угодно, самое главное, чтобы каждый из вас, вы должны понимать одно, когда мы делаем холодный контакт, то есть я, во-первых, не делаю эти контакты кому попало, то есть я выбираю людей выборочно, то есть людей, которые мне просто внешне симпатичны, люди, с которыми я представляю, что я в дальнейшем буду строить бизнес, плюс я стараюсь приглашать в этот бизнес людей, то есть если убрать меня из сетевого маркетинга, а я просто Сергей, то я стараюсь приглашать людей, когда я с ними знакомлюсь, которые, мне кажется, даже в жизни намного выше меня, потому что когда мы приглашаем людей ниже себя, то есть, как говорят, закон матрешки, то есть меньше и меньше, в конечном итоге наши команды рушатся, поэтому, наверное, на сегодняшний день те первые линии, которые у меня есть, все очень мега крутые, сами по себе и без меня, поэтому в этом есть и безопасность нашего бизнеса, но самое главное, что вы должны понимать, что если вы подходите на улице, то есть как я это делаю, я подхожу на улице, подхожу к человеку, говорю, добрый день, меня зовут Сергей, человек представляет, там, Николай, я говорю, Николай, вы знаете, на сегодняшний день хотел бы вам просто задать вопрос, что вас на сегодняшний день больше интересует, деньги или здоровье, кто-то говорит деньги, кто-то интересует здоровье, кого-то интересует и то, и другое, я человеку говорю, я на сегодняшний день раскручиваю международный бизнес, у меня международная компания, я формирую себе сейчас команду, давайте с вами обменяемся телефонами, возможно, мы можем быть друг другу в дальнейшем полезны и интересны, человек спрашивает, что, чем вы занимаетесь, в двух словах, суть контакта, не оставить ни визитку, я их никогда себе не делал, то есть задача в контакте, взять телефон, а потом уже просто позвонить, ну, анализируя свой опыт, на самом деле, сегодня у меня вообще была такая идея, прям, утром я ездил по делам, и когда я ехал обратно, единственное, у нас просто технически не получилось это сделать, но мы это сделаем в самое ближайшее короткое время, то есть, чтобы сделать это вживую, чтобы всем вам показать, насколько это все просто, насколько это легко, людей вокруг миллион, есть люди, которые хотят, и те люди, которые нам не представляются, либо те люди, которые проходят мимо, ничего страшного, людей вокруг много, то есть, надо самое главное делать, то есть, честно сказать, если мы говорим про холодные контакты, то, ну, на сегодняшний день, я их с такой легкостью делаю, эти холодные контакты, ну, наверное, как вы все дышите, то есть, вот так вот, то есть, у меня нет никакого барьера и комплекса, потому что буквально там, три дня назад, я был в московском представительстве, мы разговаривали с Максимом из Таганрога, который сегодня в Москве у нас работает, и мы с ним заговорили на эту тему, и я понимаю, что, ну, смысл что-то говорить, надо просто человеку показать, и мы вышли на улицу, и буквально за две минуты, я взял два контакта, то есть, просто показал человеку личным примером, можно много говорить, а можно просто делать, и люди зачастую открытые, соответственно, когда вы выходите, если мы говорим о холодных контактах, очень многое зависит от, вашего настроя, то есть, бывает такое, что я вроде бы вышел делать холодные контакты, либо я там просто еду по делам, ну, неважно, занимаюсь своими делами, и тут я решил кого-то пригласить, я вроде бы увидел там человека, я иду к нему навстречу, и вдруг, в какой-то момент, я ловлю себя на мысли, что я что-то потерял, какую-то мысль, возможно, в эту секунду уверенность, я не иду дальше, я останавливаюсь, отвлекаюсь, делаю что-то такое, чтобы меня вернуло в обратное русло, то есть, очень многое зависит от настроя, то есть, в принципе, в 99 случаях, когда я подхожу к человеку, и знакомлюсь, для того, чтобы взять, делать контакт, обычно происходит все на 100%, потому что я изначально программирую себя, что я сейчас познакомлюсь с человеком, и человек мне даст телефон, то же самое, когда я звоню, в принципе, ну, наверное, выход, да, точно такой же, 99% тех людей, кому я делаю звонок, люди приходят, соответственно, что я говорю человеку по телефону, я звоню, говорю там, добрый день, там, Николай, там, или Марина, не важно, человек какой, да, меня зовут Сергей, мы с вами познакомились, вот, менялись недавно телефонами, на сегодняшний день, как я уже вам говорил, я занимаюсь бизнесом, у меня международная интернет-компания, я хочу сказать, самое главное, просто для кого-то это имеет значение, для кого-то это не имеет значение, я думаю, что для вас это возможно имеет значение, я не приглашаю никого на работу, я занимаюсь бизнесом, так как у меня интернет-магазин, меня интересует человек в качестве руководителя одного из таких подразделений, поэтому я предлагаю вам встретиться, пообщаться, я расскажу, чем мы занимаемся, вы сможете на себя это примерить, если вам это подойдет, и мы будем друг другу полезно, интересно, возможно, мы будем сотрудничать, если вам это не подойдет, значит, вы можете спокойно отказаться, то есть, этот момент я стал использовать совсем недавно, по поводу этого, можете отказаться, потому что, опять же, мы все друг у друга учимся, это, мне подсказал партнер из Киева, который приглашает так людей, со своего списка имен, потому что, зачастую, люди, многие догадываются, что мы говорим, все-таки, о сетевой компании, и люди, очень многие, не приходят иногда, только потому, что, они думают, что у них не будет возможности отказаться, что на них будет, там, прессинг сумасшедший, и, поэтому человек начал это использовать, и люди у нас очень спокойно, хорошо на это приходят, поэтому, в любом случае, нужно это делать, как мы говорим, чем больше мы это делаем, тем больше нам это нравится, чем больше нам это нравится, тем лучше у нас это получается, и чем лучше у нас это получается, тем просто больше мы это любим, Поэтому нужно делать, делать, делать В любом случае Результат, конечно, будет Надо просто найти свои бриллианты Свои алмазы Тех людей, с которыми мы можем Будем строить наш бизнес И для этого нам не нужно 100 человек Для этого нужно Ну, если вас интересуют просто деньги Достаточно просто двух человек Но если вы сюда пришли все-таки еще и развиваться И расти покоренная лестница, тогда нужно немножко больше Но для этого нужно время Как я говорю очень часто Просто у каждого человека своя скорость И свое время в этом бизнесе Поэтому Я даже, вот честно говоря Мне вот эту тему гораздо проще Вот показывать, то есть я даже не знаю Может быть у вас какие-то вопросы, может быть есть Вы напишите, я отвечу, потому что Ну, мне так будет гораздо проще То есть именно по Контактам Если есть вопросы, напишите, я отвечу Что у нас вопросов ни у кого нету Все все знают Понятно, сейчас люди напишут Поэтому Я стараюсь делать контакты каждый день Не важно Нахожусь я в офисе Либо не нахожусь Нахожусь я дома Либо я нахожусь в интернете Единственное, что я могу сказать одно Холодные контакты в живую Это намного лучше, нежели использовать интернет Интернет Это сумасшедшая машина Это классно, конечно Но там очень Большая Конвертация происходит То есть чтобы К тебе пришли люди Нужно сделать огромное количество Приглашений Либо очень много Написать Потому что Когда мы знакомимся с человеком на улице Контакт Он либо возникает сразу Либо нет Либо человек открыт Либо нет Хотя Какое-то время назад Когда я делал Холодные контакты Как мы говорим Мы все друг у друга учимся И в этом отношении Мне подсказала моя супруга Мы были последний раз с ней Зимой где-то на выставке И я в очередной раз Как всегда Делаю колонные контакты Я там пристал к одному военному Ну это было действительно Выглядело Как будто я к нему пристал То есть я Думал, что Каждый раз люди должны мне давать контакты А человек был закрыт абсолютно И потом меня супруга отведала в сторону И сказала Сереж, ну если человек закрыт Не надо туда ломиться А для меня было вообще непонятно Как это так Мне не дают телефоны И я прям реально иногда Людей, как Лариса Гукова Укатывал так Что ну люди мне давали телефоны Наверное Только чтобы я от них отстал Но больше на сегодняшний день Я уже конечно так не работаю То есть я делаю так Что если Я подхожу к человеку Представляюсь Говорю имя свое Человек представляется Я говорю Что там Я занимаюсь бизнесом Либо человек мне просто интересен Давайте обменяемся номерами и телефонами Если человек говорит там А зачем А для чего А почему Ну очень часто я начал использовать такую фразу Да уже незачем В принципе Потому что Ну человек изначально закрыт Поэтому Не стоит Туда Ломиться Поэтому Друзья Ну напишите правда Какие то вопросы Может быть Сколько нас Сегодня 26 человек Что ни у кого нет никаких вопросов Потому что Я думаю Прям совсем В ближайшие дни Может быть завтра Или послезавтра Так как с интернетом Когда делаешь Мы попробовали Через телефон Это сделать Я думал это сегодня сделать Вживую Показать Но Через приложение Не получилось Потом пообщался С настоящим Наставником И она сказала Что можно использовать Инстаграм То есть прямой эфир Потому что там связь хорошая То есть там Картинка не плывет Все очень четко Поэтому мы В ближайшие дни Это сделаем Либо Будет это в записи Вы можете посмотреть Либо возможно Просто Мы их скинем Так Все внимательно Слушаем Контакт Взять Это первый шаг Потом поговорить А с чего начать разговор Валита Ну вот Вот вы Как бы человек Которого просто Огромной То есть Ну когда вы задаете Такие вопросы Я не знаю С чего начать Да начать можно С чего угодно Вы и так все знаете Нужно чтобы Новички задавали вопросы А для новичков А это не мой вопрос Все понял Да ну Начать можно С чего угодно То есть Если мы говорим Все таки Про холодный рынок И мы взяли Контакт у человека Ну я Начинаю Очень просто То есть Я звоню человеку Говорю Там Добрый день Добрый вечер Давайте сделаем проще Я тут нашел одного Я буквально Совсем Как раз Когда я рассказывал Что мы в Москве Выходили из офиса Сделали контакт И я сейчас сделал То есть У меня есть Телефон этого человека Сейчас я позвоню И попробуем сделать Просто приглашение Сейчас Одну секундочку Прямо в прямом эфире Сейчас я его найду Где-то А Я его уже скопировал Сейчас только посмотрю Как его зовут Сейчас Одну секундочку Азим Окей Алло Добрый день Азим Здравствуйте Азим Вы меня помните Это Сергей Мы с вами на Тихвинской Познакомились Я говорил Что я развиваю Международный бизнес Азим Так Самое ближайшее время В пятницу А вам удобнее будет В первой половине Или во второй В первой половине Да В первой половине Ну давайте Часиков Так Пятница Сейчас я посмотрю По ежедневнику Одну секундочку Пожалуйста Часиков на 12 Будет удобно? Отлично Азим Говорите Я вам скину На ватсап адрес И вам напоминать Нужно В пятницу О нашей встрече Или вы человек ответственный Нет 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 Я все Это Запишу Все Азим По времени Наша встреча Займет Примерно Около Тридцати Сорока Минут Поэтому Чтобы это время Планировали Ну все Я тогда адрес Скидываю И тогда в пятницу В 12 часов Мы с вами встречаемся Тихвинская и 10 Хорошо? Все Всего Благодарю Хорошего дня Это говорит лишь о чем Я ничего такого не сказал Я сказал то же самое Чтобы сказал любой из вас Это говорит о том Что тот человек Которому я сделал контакт Он был открыт Он был человек Который Либо в поиске Либо Ну все очень просто И легко Действительно То есть ничего сложного нет То есть Иногда бывает Человек мне говорит Расскажи в двух словах Я говорю Ну опять же Это все настолько индивидуально Я не работаю Прям по каким-то шаблонам Приглашение Действительно У меня вот реально шаблон Я приглашаю всех Ну в 99 случаях По одной программе По которой я сам Для себя придумал И которая лично Для меня работает То есть я подхожу к человеку Еще раз говорю Представляюсь Говорю там Добрый день Как было с этим человеком Я говорю Добрый день Меня зовут Сергей Мы стояли с Максимом На улице Человек представился Он говорит Азим Я сказал Что вас больше всего На сегодняшний день Интересует Деньги или здоровье Он сказал Деньги Я говорю Я раскручиваю Международную компанию У нас интернет проект Хотелось бы с вами Встретиться Пообщаться Я расскажу Чем мы занимаемся И если будем Друг другу полезно Интересно Может будем сотрудничать И человек дал номер Точно так же Я позвонил Спокойно И человек Спокойно Принял информацию То есть это лишь Говорит только о том Что этот человек Открытый Если люди говорят Мне Расскажи в двух словах Иногда конечно Я не буду говорить Что я не говорил Иногда говорю Я человеку объясняю Что это обычный Интернет магазин Меня интересует Руководитель Одного из таких Подразделений То есть мне нужен Не продавец Не консультант Мне нужен руководитель Управленец То есть я всему научу Направлю В этом бизнесе То есть Вот так я говорю Если люди Расск просят Еще больше Допустим То я говорю Вы знаете На самом деле Об этом бизнесе Нужно либо говорить Много Либо ничего В двух словах Об этом не скажешь Если кто-то спрашивает Что ваш интернет магазин Продвигает Я говорю Это Мы продвигаем Клеточное питание Люди спрашивают Об ады Я говорю Нет Это лекарство Нет Я говорю Ну на самом деле Я уже достаточно Дал информации Поэтому я все-таки Предлагаю встретиться Потому что серьезные Переговоры Они все-таки ведутся Не здесь на улице Не по телефону Для этого Предлагаю встретиться И люди приходят И я рассказываю Если мне человек Говорит Если вы мне Сергей Больше не расскажете Там что-то То я не приду Я просто В таких случаях Говорю Огромное вам спасибо Николай Вы сэкономили Кучу моего Драгоценного времени Возможно Когда вы будете готовы У вас есть мой номер Звоните Обращайтесь Хорошего дня Удачи Вот и все Так Ну вы знаете На самом деле Делать контакты Ну правда Я это делаю Правда Как вы дышите Приглашать То же самое Ну Когда человек Становится партнером Ну всегда по-разному На самом деле Иногда человек Может прийти Послушать То есть это уже Немножко другое То есть тем более Мы же говорим О холодном контакте То есть все равно То есть почему У большинства наших партнеров У которых на сегодняшний день Быстро растут организации Быстро растут команды Это когда все-таки Люди работают Либо Все-таки по списку имен Потому что список имен Есть фактор доверия И все гораздо быстрее И проще происходит А в холодном контакте То есть Есть фактор Это то что люди Вас не знают Но Люди приходят Потому что буквально Там Несколько дней назад Там Три дня назад То есть я познакомился С девушкой Пригласил ее На следующий день В офис Так получилось У нее был выходной Человек пришел Послушал Человек задавал Очень много вопросов Причем вопросы Прям по существу По бизнесу Человек принял решение Зарегистрировался Пока еще не проплатился Сейчас решится вопрос С деньгами И человек в бизнесе будет То есть Еще что заметил Это чисто опять же Свой опыт И свое наблюдение То есть Когда я провожу Презентацию Для холодного контакта Для людей С холодного контакта И если я к этому Отнажусь Немножко привзятый И очень сильно Хочу этого человека В этот бизнес То обычно Это происходит Люди уходят Когда я провожу Это очень спокойно Даже Скажем так В какой-то степени Немножко Поразгильдяйски То есть Просто дал информацию Человеку С этой информацией живет То Ну это как Закон стула Как говорят То есть Когда мы тянем Человек отталкивается То есть Когда мы даем Человеку просто информацию Человек намного быстрее К тебе прилипает Поэтому Вопрос именно Холодных контактов Ну У меня есть Допустим Пару партнеров Допустим Из города Таганрога То есть Человек Получилось так Что ее мама Была в офисе В Таганроге Ей проводили встречу А мы с ней познакомились Вообще в интернете На сайте Я человеку провел Пообщался Рассказал И человек зарегистрировался Также там Подписал человека Там Из Пятигорска Просто в интернете С человеком Познакомился Рассказал И показал И людям интересно То есть Это опять же Мы Нам нужно просто Найти тех людей Которые хотят Что-то либо новое Принести в свою жизнь Либо хотят что-то изменить Либо что-то улучшить То есть Люди которые В поиске Их нужно просто найти Поэтому Нет Ну конечно Есть люди там У нас в компании Просто Мега монстры Которые там Там Я не знаю Просто вот Эмма Поль Это Огромный лидер Из немецкой компании Из немецкой Организации Да То есть Когда вот я лично С ней познакомился То есть Я много раз присутствовал На ее Каких-то школах Каких-то тренингах Но Это человек От которого Ну так Такая энергия Любви прет Что Мне кажется У нее наверное И холодные контакты Будут подписываться С такой же скоростью Как Как и списка имен Потому что Ну Она вот Сама по себе Настолько индивидуальна Поэтому У нас приходит Во-первых К каждому приходят Люди Люди приходят все-таки На людей В большинстве случаев И Скажем так Те люди Которые возможно Приходят ко мне Они никогда Не придут к вам Те люди Которые приходят К вам Они никогда Не придут ко мне То есть Те люди Которые возможно Дают контакт Моей первой линии Юрию Брежахи То есть Мне никогда Эти люди Не дадут контакт Поэтому Ну Это все происходит Индивидуально Лично Это как в знакомстве Я это привожу Ногда просто То есть Мы Когда Выбираем себе Спутника жизни Мы же не хватаем Кого попало И нам кто-то еще И отказывают Но при этом Мы же не Умираем от этого То есть Если ты подошел На дискотеке Там или на улице Познакомиться с девушкой Которая тебе симпатична Она сказала Да я на улице Не знакомлюсь Ты идешь дальше Ты ищешь свою половину Потому что Чтобы Встретить свою супругу Которая на сегодняшний день Рядом со мной Ну мне понадобилось Прожить 40 лет в этой жизни Чтобы найти ее Здесь в Москве Поэтому Каждый ищет То что Хочет Каждый получает То что хочет То есть Очень много зависит От внутреннего настроя Вы должны быть Конечно всегда На связи Со своими наставниками Со своими спонсорами Конечно нужно Присутствовать На Всех Вебесах На всех мероприятиях Компания Даже скажу так Вот Опыт Есть Огромный Может быть Пока еще нет Тех Больших результатов Которые Хотелось бы Но Я всегда События Вебесы Какие-то Огромные Большие Выездные Семинары Я всегда Это использую В первую очередь Для того чтобы Познакомиться с людьми С партнерами С нашей компанией Потому что Сегодня мы же говорим Что мы работаем Через интернет И через интернет В принципе Каждый из вас Может легко Познакомиться С любым человеком В любом другом городе Но Когда вы кого-то Находите И если вдруг Так случилось Что человеку Начинает быть Интересно Наш бизнес И вы потом Звоните Каким-то людям Находя Через группы Что В какой-то город Вам нужен Когда люди У вас не знают Ну это все равно Не так А когда вы С этим человеком Были на Би-би-и-и-си Там может быть Я не знаю В перерыве Пили кофе Может быть На улице Вы ходили Просто Фотографировались И вы обменялись Контактами И вы позвонили Этому человеку Для того чтобы Он возможно Встретил Вашего гостя Показал ему Там представительство В вашем городе То есть Возможно Где-то немножко Может быть Даже доработал То есть В этом отношении Конечно Намного проще Потому что Ты знаешь Этих людей И люди знают тебя И люди с удовольствием Идут на встречу Потому что Я всегда говорю Если у вас будут вопросы Там в Москве И вам нужно кому-то Про встречу Либо там Что-то показать Вы всегда можете звонить Я всегда на связи Я всегда готов Провести встречу И помочь вообще Любому человеку Кто ко мне обращается Хотя иногда Даже получаю втык За это От своего Высшестоящего наставника Который говорит Надо заниматься Своей организацией Нужно самому расти Нужно самому Переходить к тем человекам Которые Наверное Каждый из нас заслуживает Потому что Я вначале Очень сильно Хорошо Когда пришел В компанию Я очень быстро Стартанул Я бы сказал Наверное Я наверное Был всегда По жизни Которые бегают На короткие дистанции Как это называется Спринтер Но Для нашего бизнеса Нужно в любом случае Время И Сейчас Я Последний Прям Месяц Очень сильно Прям так Активизировался Потому что Я вижу Что Огромное количество Людей Которые Либо пришли со мной Уже имеют Огромные И чеки Огромные Квалификации Команды И В любом случае У каждого Есть Свои страхи Свои Комплексы Но Нужно с ними бороться Нужно двигаться Развиваться То есть Чем больше Мы поворачиваемся Лицом К страху Лицом Тем меньше У него Остается Сил Как говорится Поэтому В любом случае Надо просто Делать Как Евгения Новикова Она делает Контакты Ну Наверное С любым Человеком Кто вообще На вытянутой руке Она вообще Никого не перебирает Если я еще Выбираю Кому сказать Кому не сказать То Женя Золотой Голодный Абоссадор Компании То есть Она делает Это настолько Легко Настолько Просто Потому что Она не работает Ну Это я пришел К этому Она не работает В IPL Она просто Этим живет Потому что Почему Евгения Новикова Сделал Ту квалификацию Наш вышестоящий Наставник Людмила Дерягина Так быстро Стал Амбассадором Потому что Это люди Которые Не лечат Нашими Леденцами Они занимаются Бизнесом И они всем Предлагают Только бизнес И только возможности Женя Рисует Кружочки Людмила Дерягина Проводит Совсем По другому Презентации Потому что Один раз Она проводила Моем Я пригласил Чека Был гость И Она не рассказывала Ничего По сути Про бизнес Она просто С человеком Поговорила И Я понял Что Даже Она наверное Не сэкономила Огромное количество Время То есть Я наверное Провел бы час С человеком А человеку Вообще Ничего не нужно Было Поэтому Каждый Работает По своему Еще вопросы Господа Пожалуйста Поэтому В любом Случае Я прям Вам всем Обещаю Что прям В ближайшее Время Возможно Сегодня у нас Какой-то неделе Вторник Может быть Где-то В среду Или в четверг Мы сделаем Прямой Эфир И я покажу Как это Делается Вживую То есть Мы прям Выберем Какое-то место Я возьму Свою Свою Первую Линию Юрий Брежах И мы выйдем Куда-нибудь В какое-нибудь Оживленное место Где много Людей И мы покажем Как это Вживую Делается Как это Просто При этом Если нам Человек Проходит мимо Ничего страшного Вообще Никаких Переживаний Потому что Даже Иногда Бывают Те люди Которые нам Дали Контакт Мы им Позвонили Они не пришли Или отказались Или пришли Послушали И ушли Я могу Скать одно Те люди Которые На сегодняшний День Зарегистрированы В компании Являются Моими Первыми Линями Многих Из них Нету Сегодня В компании Но люди Все наблюдают То есть Я периодически Смотрю Что люди Заходят В контакт В фейсбук В одноклассники В инстаграме Люди Смотрят И они Наблюдают Они просто ждут Ну как бы Это ихняя жизнь То есть У нас Другие планы Поэтому мы Никого не ждем Хотелось бы Посмотреть А да не вопрос Посмотрите Но при этом Знаете Очень Есть категории Людей Которые Очень много Смотрят Очень много Учатся Очень много Смотрят В всяких Тренингах В всяких Школ То есть Они настолько Ну даже У нас В московском Представительстве Есть огромное Количество людей Которые Ну просто Они мега Крутые Они настолько Все знают Про этот бизнес Даже я Наверное Столько Не знаю Допустим Про тот же Продукт А люди Все равно Каких-то вещей Не делают То есть Мне не сложно Делать Ни контакты Мне не сложно Проводить Презентации Презентации То есть Я это Все умею Делать То есть Я просто Сейчас Ищу себе Людей В первую Линию То есть Ищу себе Партнеров С которыми Я буду Развивать Этот бизнес Поэтому Какие-то Вопросы Приглашения С холодными Контактами Разобрались С приглашениями Тоже Задайте вопросы Господа Друзья 32 человека У нас Сегодня Присутствует Ой Даже больше Ой Огромное количество Что-то Это только В сети Здесь Зарегистрировано Так Вопросы У нас Есть еще Будут вопросы Кто-нибудь Напишет вопрос Надо Просто Делать Результат Придет Рано Или поздно Но опять же Как вы себя Программируете Потому что Вопросов Нет Как другие Делать Контакты Это все Делают По-разному Ну Не знаю Допустим Управляющий Корпоративный Директор Валерий Курасов Мы просто С Валерой Тоже Давно Знакомы Мега Лидер То есть Для него Холодные Контакты Мы просто С ним Вместе Занимались Некоторое Количество Лет Недвижимостью В Москве Поэтому Наверное У нас Нет Никакого Комплекса Подходить С кем То Знакомиться Нет Никакого Барьера Звонить Людям Ну Все делают По-своему Каждый Говорит По-своему То есть К примеру Какие Примеры Я даже Не знаю Но Все По-разному Приглашают А У вас В команде Много Холодных Контактов Ну Вот Допустим Есть У меня Ну Я даже Не знаю Холодный Это не Холодный Так Сколько Холодных Раз Два Три Ну Есть Какое-то Количество Не помню Сейчас Даже Сейчас Раз Два Да Наверное 50% У меня С холодного Контакта То есть У меня Из списка Имен По сути Там Пару Человеков Все остальные С холодных Контактов Но Опять же Есть Холодные Контакты Которые 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 Через Какое-то Время Превращаются В теплые Контакты Допустим На сегодняшний День У меня Есть Одна Моя Первая Линия Она На сегодняшний День Уже Управляющий Директор Тоже Повысила Статус Недавно При Промоушене То есть Как Получилось Мы были В другом Проекте И Илона Милошева Была Моим Наставником И Мы Каждый Раз Когда Я пришел Сюда В эту Компанию То есть В той Компании Мы были Просто Вообще Параллельные Ветки Ну Наверное Тоже Все-таки Больше Да Это Теплый Список Поэтому Когда Я Позвонил И сказала Ей Она Прям С удовольствием Пришла Есть Человек Допустим Тоже Моя Первая Линия Тоже Он В статусе Управляющий Директор То есть Когда Я работал В такси Мы Человеком Познакомились С Юрой И Точно Так же Я Позвонил Человек Пришел Послушал И Зарегистрировался То есть Сюда Приходят Молодежи Да Много У меня В принципе Все Молодые У меня Даже Нет Людей В возрасте Хотя Нужно Наверное Старше 43 У меня Нет У меня Все Молодые Поэтому Как-то Так Хотя Нужно Приглашать Всех Не Имеет Значения Иногда Как мы Говорим Думаем За Людей Потому Что Каждый Раз Ты Проглядываешь Либо Свой Список Имен Либо Где-то В каких-то Социальных Сетях И ты Видишь Людей Есть Телефоны И ты Делаешь Какие-то Ошибки Потому Что Все Живые Люди И Все Делаем Очень Многие Одно И Тоже То Есть Есть Несколько На сегодняшний День Каких-то Людей Которые Которые У меня Есть Телефоны Но я Почему-то Им не Звоню У меня Там Есть Свои Страхи Что Они Подумают Что Они Скажут А Нужно Просто Звонить Поэтому Поэтому Вот Так Но Мы Работаем Над Этим Стараемся Как Сделать Предложения В Социальных Сетях Все Происходит Очень Просто Как Я Это Делаю Я Просто Пишу Человеку Привет Там Классное Фото К примеру Интересная Страничка То Есть Буду Рад Знакомству Буду Рад Знакомству И Общению И Пишу Сразу Человеку Свой Номер Телефона И Поговорю Вот Это Мой WhatsApp Тут То же Самое Нужно Описать Огромную Количество Людей Чтобы Ответили Ну И При Этом Все Зависит От Настроя Динара Видно У нас Только Присоединилась Я Просто Приглашал Человека Так Вы Имейте Ввиду Пригласить Из Списка Имен Так Сейчас Раз Динара Вы Наверное Скорее всего Просто поздно К нам присоединились Я же звонил Приглашал Ну Сейчас Давайте Попробуем Еще Кого Нибудь Пригласить Так Ну Давайте Попробуем Сослужиться Пригласить Я его Кстати Не звал Не бери трубку Ну Я могу Я могу Сказать Еще Одно По поводу Когда мы Делаем Звонок Самое Главное Как я Говорил Это Настрой Если Вы Настроены Для того Чтобы Позвонить Человеку Пригласить То Вы Делаете Приглашение Если Вы Звоните И Начинаете Разговаривать Про Жизнь То Наверное В лучшем Случае Ну По крайней Мере Я Так Делаю Я Уже Не Приглашаю Человека В этот Момент Я Просто Узнаю Как у Него Дела Задаю Какие-то Наводящие Вопросы Дабы Чтоб Человек Сам Не Ответил А Потом Я Перезваниваю Твой Доход И Тебя Интересует Какой-то Дополнительный Источек Дохода То Есть Ну Я Ж Говорю Здесь Нет Определенного Шаблона Как Это Говорить Все Что Угодно То Есть В Любой Интонации Потому Что Когда Я Приглашаю Людей Я Наверное Все Таки В Большинстве Случа Использую Немножко Эмоциональный Настрой Другие Вот Кстати Он Звонит Перезвонит Алло Алло Дим Привет Ты понял Кто тебе Звонит Нет Это Сергей Мирошниченко С тобой В армии Служили Вместе Привет Слушай Дима Ты вообще В Москве Сам проживаешь Или Нет В Броницах А ты Когда В Москве Еще Бываешь В Москве Никогда Слушай Дим Я На сегодняшний День Раскручиваю Международную Компанию Занимаюсь Бизнесом Короче Есть тема Очень интересная Давай Как-нибудь Выберем Время Когда У тебя Будет Вечером Чтобы Мы Могли Спокойно Пообщаться Я Расскажу Чем Я Занимаюсь Может Быть Будем Друг Друг Полезны Интересны Ты Просто Скажи В какое Время Тебе Будет Более Удобно Пообщаться Вечером Ты Мне Скажи А ты Вообще В Москву Не Выезжаешь Ну Как Стараюсь В Броницах Это где-то В Московской Области То есть Опять же Я же говорю Люди Реагируют Все По-разному Если Человек Для себя Что-то Рассматривает То Человек Открыт К вашей Информации Если Человеку Ничего Не Нужно То Ему Не нужно Ничего Давать Потому Что Вот Этот Контакт Который Я сделал Несколько Дней Назад Познакомился С девушкой И пригласил Ее Она Пришла Получила Информацию Зарегистрировалась И То есть Там был Ключевой Вопрос Самый Главный То есть Я Последнее Время Провожу Некий Такой Опрос То есть Какой Человеку Доход На сегодняшний День Было То есть Какой Человеку Нужен Доход Чтобы Было Комфортно Жить В Москве То есть Меня Интересует Сугубо Цифра То есть Если Человек Говорит Там 50 70 Тысяч Что Я понимаю Это Точно Не Ко Мне То есть Та девушка Сказала Цифру 300 Я говорю О Прикольно Интересно То есть Это говорит О том Что человек В поиске Это говорит Что человек Не хочет Жить Как все То есть Человек Рассматривает Для себя Какие-то Варианты И поэтому Я пригласил Ее Человек Спокойно Пришел Получил Информацию И все Окей Поэтому Самое Главное Нужно Просто Делать 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 И Самое Интересно Что Когда Мы Иногда Делаем Холодный Контакт На улице Если Человек Сказал Нет Либо Ему Это Неинтересно Что-то Либо Он Не Дает Телефон То есть Он Отошел Через 15 Секунд Вообще Про Вас Забыл А Многие Люди Переживают Что Кто-то Сказал Нет Кто-то Ему Не Дал Телефона Просто Если Мы Говорим Про Холодные Контакты То Их нужно Делать Реально Много То Есть Вы Должны В день Делать Минимум Это Прям Самый Минимум 10 Контактов Тут Жив Этот День Звонить Я Это Не Откладываю Не На Завтра Послезавтра Если Я Это Делаю С утра То Я Звоню Вечером И Говорю Николай Мы С вами Днем Познакомились С утра Давайте Вы Определимся С днем Когда Мы С У нас Еще Мега Крутая Компания Она Сюда Не Всех Сюда Пускает Поэтому Поэтому Как-то Так Я Надеюсь Я Помог Чем-то Кому-то А И Самое Главное Когда Мы Делаем Как Я Сказал Минимум 10 Контактов Нужно В этот Же День Прозвонить Эти 10 Контактов И В идеале Вообще Конечно Чтобы Каждый День Было Минимум Хотя Бо Три Ранд То есть Если Три Рандеву В день За месяц 90 Человек То есть 90 Но 100% 5 Контрактов У вас Будет Ну 100% Если Делать Это Каждый День Вопрос В том Что Многие Этого Не Делают И Даже Я Этого Не Делаю Поэтому Наверное И Нет Такого Результата Который Есть Но У нас Все Равно Команда Растет У нас Уже Все Происходит У Мы Растем Развиваемся Поэтому Я Всем Желаю Успехов В этом Бизнесе Боритесь Над Своими Страхами Развивайтесь Используйте Сегодня Сумасшедшие Промоушн Компании Повышение То есть Где 200% Подарка Нужно Конечно Это Использовать Потому Что 14 Число И Скоро Промоушн Закончится Иногда Слушаешь Людей Наших Партнеров И Многие Думают Что Это Постоянно Нет Поэтому Надо Конечно Это Очень Сильно Использовать Потому Что Это Круто Когда Ты Приходишь Компанию Там Даже На Не важно На Какой Пакет Даже Если На Самый Минимальный У тебя Просто Больше Продукта Для Того Чтобы Самому Покушать И Чтобы Был Продукт Чтобы Можно Было Угощать Плюс Не Забывайте Что Скоро У Круиз Огромных Чеков Больших Успехов И Как я Сказал Самое Ближайшее Время Мы Сделаем Прямой Эфир Единственное Это Будет Не В Этом Чате Скорее Сего Это Будет Просто В Инстаграме Потому Что Там И Скорость Интернета Хорошая И Картинка Не Виснет Поэтому Следите За Чатами То Как Только Мы Будем В Прямом Эфире Мы Скинем Ссылку Во Все Наши Чаты И Вы Можете Зайти И Вживую Посмотреть Как Это Все Происходит Поэтому Всем Всего Наилучшего Успехов Карьеры И На вершине Успеха Все Встретимся Всех Благодарю Всем Хорошего Дня